СОВЕТСКОГО СОЮЗА В этом году в России умрет от голода от 20 до 30 миллионов человек. Некоторые народы надо сокращать, вещал Гитлер. В отношении русского народа признавалось лишь два варианта. Или полное уничтожение, или онемечивание той его части, которая имеет явные признаки нордической расы. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Это была тотальная война против народа. Война на уничтожение народа. В ответ из огня, сожженных деревень и городов, занялось пламя поистине всенародной войны. И стар, и млад уходили в леса, в партизаны. Ручейки человеческих судеб, страданий, горя, гнева сливались в великую реку сопротивления. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Партизанские отряды пополняли солдаты и офицеры, вышедшие из окружения. Все знали, борьба будет трудной, долгой и беспощадной. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Уже к началу 42-го года партизанские отряды стали грозной, хорошо организованной силой. Прежде всего партизаны нуждались в оружии. Сами ковали его, отбивали у врага, доставали в боях винтовки, гранаты, ножи. Пулеметы были редкостью. О пушках можно было только мечтать. Но главным их оружием стала беззаветная любовь к родине и ненависть к захватчикам. Опасность поджидала оккупантов на каждом шагу. Она проглядывала из-за каждого дерева, из-за каждого куста. В те годы многие партизаны, чтобы не подвергать опасности близких, носили вымышленные имена. Вот этого прославленного командира называли просто «дед». Он стал к концу войны знаменитым партизанским вожаком. Мудрый и бесстрашный дед Сидор Ковпак. С большой земли самолетами в партизанские леса забрасывалось все необходимое. А обратно в тыл переправляли раненых и детей. Каждое появление посланцев с большой земли означало подготовку к важной операции. Действия партизанских соединений принимали все больший размах. Только зимой 1942 года против партизан немцам приходилось держать 10% всех сухопутных войск, воевавших на Восточном фронте. Иисус, мы слышали от крест, как шли, как шли с победой партизаны. Иисус, мы слышали от крест, как шли с победой партизаны. Одну за другой гитлеровцы направляли карательные экспедиции. Жители уходили в леса, прятались на болотах, но каратели преследовали их и там. За время оккупации гитлеровцы уничтожили на Украине и в Белоруссии более 6 миллионов человек. В период фашистской оккупации партизаны полностью изгнали немцев из многих районов. Они контролировали территорию, равную по площади таким государствам, как Голландия и Дания вместе взяты. Война в тылу врага шла не только в лесах, но и в захваченных фашистскими городах. Минск, столица Белоруссии. В этом городе оккупанты убили 300 тысяч человек. Но и здесь люди не хотели подчиняться гитлеровскому новому порядку. Активно действовали подпольщики. Они совершали диверсии, взрывали склады, убивали карателей. В немецких оккупационных газетах все чаще появлялись траурные рамки. Перед партизанами стояла задача блокировать коммуникации, замедлить, сорвать подвоз подкреплений и техники. Это называли рельсовой войной. Вермахт все чаще оказывался между молотом и наковальностью. С фронта атаковала советская армия, с тыла – партизанам. И наступал долгожданный час победы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok